В общем, чем известен Трурл? В прошлом матче Трурл поделил на ноль Хеслера. Он просто испортил Хеслеру команду, проиграл, но размазал по газону вообще там, типа, по-моему, трех игроков на помойку отправили, или четырех. То есть там у Хеслера вообще был какой-то ад. Вот. То есть у Трурла очень интеллектуальная прокачка. У него есть четкое понимание того, что он хочет от команды. Некий взгляд в будущее. Он как бы вот умеет, могет, знает. Так что давайте понаблюдаем. Он как бы Тру. Тру. Трухаус. Я, правда, до сих пор не знаю, в чем был прав Эйнштейн. Я смутно догадываюсь, что это такая самоирония. Ну, типа, что есть две бесконечных вещи. Вселенная и глупость. И насчет первой я не уверен. Как-то какой-то уровень мета-иронии такой конкретный. Ну, слушайте, как-то Клавса пока не показывает. Класс. Как-то пока Клавса не впечатляет. Четырехмувная коровка планировала побегать ГФИ. Но не получилось. Поломали ногу корове. Смотрите-ка, он даже прикрывает. Мне кажется, блок пятка. Это неплохо. Ну, так он просто неправильно написал, Лок. Ты так не думал. Это просто тогда вдвойне правильно говорит о том, что Эйнштейн был прав. Ого! О, ребята. Фалы на первый ход без взятки. Но я чувствую, что, конечно, у Дюнса было мало шансов. Мне нравится, на самом деле, стиль Хаосита. Вот только не уверен, что мувного стоило под это. Подтаскивать под удар. Чё-то не понимаю. А, это будет врыв в корову. Чёркаем или не чёркаем? Подождите. Чёркаем. И фол. Окей. РР. Уронили. Так. Пришло время фолить. Молодец. Дюнс пока всё делает правильно. Как по учебнику практически. Он, конечно, контактов раздал многовато, но... Чё не сделаешь ради коровы? Ну, ферми. Окей. Странное имя для коровы. Ну, окей. Шестёрка в блодше. Это неприятно. Это очень неприятно. Это колокол. Ну, окей. Сразу ещё блиц. Так, окей. Ну, ПО тут даже думать не надо. О, нормально. Ну, пока всё, в принципе... Как сказать-то? Пока орки не склеились настолько, чтобы матч был печальный. Но тенденция, конечно, угнетающая. Вот это шара. 6-4-6-6. Абсолютный лак. Пятка как... Э-э-э... Нет! Нет! Ну... Успокой. Буйный. Буйный хаосит. О! Макс Борн. А что случилось? А, ладно. Не буду шутить про Джеймса Борна. Борна. Ну, нормально. Орки тоже кого-то минуснули. И это почти не шутка. О, это будет попытка подскокера уронить. Ну, мне кажется, здесь неправильно играет Дюнс. Я бы плюнул и МБПОшил теперь козлов. Это будет фол? Нет. Нет, это будет... Подожди. А почему Агилу не подвел? А, нет, ладно. Отлично, отлично. Точнее, не увел... Не увел аптека? Ну... Ладно. Я бы Агилу от коровы увел. Просто, чтобы корова не скушала Агилу. Вот, да. Можно было сначала это сделать, а потом фалить. Ну, ладно. Блиц коровой? Нет, не Блиц коровой. Это не Дон Кихот. Блиц в чёрка или нет? Нет, пока просто бьём. О, он сделает выталкивание. Нет, не сделает. Хоть кто-то... Недавно была игра Лока, где было наказание за отбитую аптеку. Кого ж наказал-то? Подожди. Вот буквально недавно была игра, где реально было наказание. На Блицере взял Ловкость. А, Демиурга, да, точно. Демиурга резко наказала, точно. Но кого-то ещё наказывала, кроме Демиурга, не помню. Было два случая ярких. В сале кого-то дико наказала. Я понимаю, что в сале кого-то раздолбило просто в щи. Я бы делал бы мобильного гарда, если это орки. Ну, то есть, додж, гард, такл, ну, вот, когеле. Хочется, чтобы... Нет, там, по-моему, наказали гномов. Или чё-то типа того. Какая-то я его команду. Коловцевики наказали, кстати. Хаос, на удивление, ненаказываемый. Вот сколько ни смотрю, хаос за отбитой аптеки практически не наказывается. Не знаю, почему. Подкрутка. Слушай, такой хороший мясной матч. Прям... Прям битно, что ребята собрались и душат друг друга. Мне нравится. Мне нравится, что я из сала вышел. У меня, конечно, в группе есть два товарища. Вот. Would you keep an org team blitzer bloodstackle batvis av? Может быть, да, может, нет. Зависит от команды. Если у меня вся остальная команда прокачена и есть, например, таклы, я бы, наверное, поменял бы. Если такла нету и как бы... Ну, я, может, и оставил бы. А, пять игр выкидывай. Выкидывай. Пять игр выкидывай вообще, не задумываясь. Блотш, конечно, защищает, но чувствоваться будет. РР. Я вот читал в комментариях, что Дюнь сказал, что за два хода игра решилась. Но мне так не кажется. Правда, да, у орков все грустно, но... Хотя, что-то как-то... Ладно. Ну, я думал, что там как бы все будет совсем плохо. А пока что. Это ты молодец, Колян. Что-то не получаются два плюса. Не стесняется Хаосит тратить РР даже. Ну, ладно. Не стесняется Хаосит начинать с подбора мечом. Ну, с одной стороны, я согласен, Дюнс. Но с другой стороны, пробой-то мог еще прийти. Но, правда, что-то, видимо, пока не особо идет. Ну и какой-то профит был. Ты все-таки выбил... Ты вытащил аптеку через клавсовика. Может быть, это немного не то, что мы искали. Но лучше так, чем никак. Все-таки ПО-шера ты выбил. Да, аптек спасла. Ну, как бы, о чем мы рассчитывали. Я смутно догадываюсь, что Курчатов потом возьмет ПО. Не знаете, откуда у меня такие мысли? Что-то смутно подсказывает, что потом там будет ПО. Терзают подозрения Сашу. Ну, матч, да, матч такой. Ну, с другой стороны, тут, типа, очень... Очень хорошо прокаченные Хаоситы. Против орков, у которых, ну, мягко говоря, маловато чего-то. Как же Трурл классно тратит РРФ. Одно удовольствие. Гениально сыграло. Класс. Даже немного жалко орков. Ну, типа того. Игра меня... Дюнс, ну, бывают такие сезоны. Их надо перетерпеть. Ой. Ну, повезло, повезло, что не умер. Здесь какая-то аура единичка. Я говорю... Я помню свой первый заход на Дедахвышку. Это просто такой... Такое веселье было. Когда меня там Непруха просто избил в хламину, я там вообще приумнул. С фламми была супер бесящей. Короче, там хватало. Я надеюсь, Трурл забьет гол. До того, как это... До того, как ударит. Ну, не будет бить, а забьет без РР. У меня мало на это надежды, но посмотрим. А зачем эти ГФИ, если... Ладно. Эти ГФИ были неправильные. Не то, что неправильные. В них не было смысла. Нет, ну, одно радует, что пока в этом матче... Ну, что там, влетела одна перманентка, типа, в условного сраного нападающего. То есть, ну, скажем так. Пока все складывается терпимо. Ну, я понимаю, что матч идет очень тоскливо. И понимаю, что мозг отказывает. Но все-таки лучше такие игры пытаться доиграть. Ну, у меня игра была с непрухой, где он меня натуральный сбил. И я тогда потерял войта с пятой силой, бладжом и гордом. Вот это было очень грустно. Даже не то, что припекло. Именно грустно. Игрок был уникальный. У меня, по сути, было три мумии. Ну, я тогда пушил, конечно, не очень готовый тимни. Я, по-моему, в том сезоне единственный человек, которого задайся, это был Хеслер. Когда он играл со своим чудо-пятисильным волком. Там волк довольно быстро на ГФИ отъехал. Он же тогда, по-моему, был шестиарморный. И я поднакидал. Правильнее, блиц. ПО. Ну, это, конечно, лучше, чем ничего. Пока я бы описал этот матч, как тентакли избивают солнышко. Вот так. Орки встали. Хаосид не встал. Нет, ну, слушайте, вот глядя на вот это вот. Есть легкое ощущение, что если сейчас будет хороший лосс. То... Орки могут попытаться. То есть, вот, очень издалека. Но при хорошем лоссе орки могут попробовать зацепиться за результат. Если они дадут там один-два минуса. Я это говорю прям серьезно. Планируется блитс в горда. Сначала надо сейчас делать блитс в горда. Потом ударить троллём. РР будет. Ну, я бы плюнул и ПО шёл бы. Да, это правильно. Да, слушайте, а в последней игре прям вообще так оптимизит. Я бы, правда, честно не тратил бы аптеку на него. Я бы, я бы не тратил бы аптеку на него. Ну, ладно. Троллим, конечно, да. И ливнул. Ну... Я понимаю. Ну... Ну, ладно, просто я понимаю. Окей. Бывает. Медальку не получит за лучшего орка. Медальку не получит.